Приветствую всех любителей лыжного спорта, эта неделя ознаменовала начало лыжного чемпионата среди юниоров и молодежных команд. Наши спортсмены преподнесли болельщикам немало приятных поводов. Особо порадовал Александр Терентьев сумевший взять два золота. Другие наши спортсмены также сумели продемонстрировать высокий уровень. Девушкам помимо индивидуальных медалей удалось завоевать серебро в эстафете в которой им совсем немного не хватило до золота. В сегодняшнем масс-старте россиянки Евгении Крупи Цекой не хватило лишь пару секунд в споре за серебро, в финишном створе она проиграла шведке Лиззи Эриксон и немке Чолен Хоффман. Победу праздновала норвежка Маргрете Бергане. Кроме этого сегодня состоялась марафонская гонка сирийский классик на которой россиянину Ермилу Вакуеву удалось завоевать бронзу. Победу одержал швед Эмиль Персон серебро у прославленного норвежца Торас Ле Йордален, пятое место у Максима Валихжанина. Напомню, что Максим дебютировал в гонкахский классик в прошлом году, сегодня был его лучший результат. На этапе в Асалапте он планирует побороться за тройку сильнейших. К другим новостям. По информации издания российский спорт и российского информационного портала sports.ru в состав команды на чемпионат мира по лыжным гонкам в Аберсдорфе планируется включить троих девушек с молодежного чемпионата, а также Лилию Васильеву. У нас одно вакантное место для мужчин с молодежного чемпионата мира и четыре вакантных места для женщин. Полагаю, что троих возьмем с МЧМ, а также, может быть, возьмем Лилию Васильеву. Может и не будем ее брать, потому что все те результаты, которые она как лидер континентального кубка показывала на Кубке мира, меня никак не устраивают. Это все ни о чем. К другим новостям. Думаю, многие уже знают, что все спортивные состязания, запланированные на этот сезон в Норвегии, включая марафонскую гонку в Осло, были отменены. Сегодня из информации телеканала Матч ТВ стало известно, что не состоится и этап Кубка мира в чешском Новомест. Всех удивило неудачное выступление норвежки Тересия Хаук на прошедшем фалуне этапе Кубка мира. Удивило это и норвежских журналистов. В еженедельнике Дагбладет вышла статья под заголовком «Эксперт НРК», удивлен, посвященная этой теме. В статье говорится, что прошедшие фалуне старты служат сигналом смены лидера в женских лыжных гонках. Тересия Хаук проиграла на двух дистанциях. Эксперт НРК Фредрик Аклант удивлен, что она не выиграла гонку с раздельного старта. Второе место в пятницу и третье место в субботу. Тересия Хаук привыкла побеждать практически во всем, в чем участвует. Но в гонке Кубка мира прошедшей в фалуне ей пришлось увидеть, как Джесси Диггенс побеждает ее в 10-километровой разделке свободным стилем. В масс-старте классическим стилем на 10 километров шведка Линс Ван и россиянка Юлия Ступак также опередили Яхаук. «Меня удивило, что в итоге она проиграла. Но мы заметили тенденцию, другие становятся ближе», — сказал Дагбладет эксперт НРК Фредрик Аклант. Перед гонкой в фалуне Яхаук выиграла все гонки этого сезона, в которых принимала участие. Последний раз в разделке свободным стилем Яхаук проигрывала 10 лет назад. Аклант отмечает, что он заметил несколько предпосылок, которые начинают обостряться вокруг королевы лыжных гонок. В морозную-зимнюю погоду в фалуне ее укатали. «Мы видели, что Фрида Карлсон и Эба Андерсон были довольно близко. Мы также видели, что Элен Мари Фососхельм была рядом с Яхаук почти в полминуты. На турдоске Дигген съехала очень быстро в отсутствии норвежских лыжниц. Есть несколько тенденций, указывающих на усиление конкуренции. Когда мы соревнуемся на таких трассах, как в фалуне, это дает возможность другим побеждать. Думаю, это будет очень увлекательный чемпионат мира. Всем известно, что на дистанциях, с общего старта, Тереза, постарается убежать пораньше. Конкуренты это знают. Но теперь, когда они увидели, что за ней действительно можно угнаться, они стараются за ней удержаться. Если им удастся это сделать до финиша, то вполне вероятно, что они смогут вновь победить. Мы увидим развитие гонки на ЧМ, где все больше людей будут пытаться удержаться за Яхаук. Это может вызвать у нее стресс и технически она даже может потерять сознание. Это может создать для Яхаук новые проблемы. Разделка, которую она проиграла в эти выходные, была для нее последней перед чемпионатом мира. Я бы сказал, что женские лыжные гонки в тот момент смотрелись по-новому. Не так давно казалось невозможным бежать быстрее ее в личных гонках. Тренер Яхаук Пол Гуннер Микклспласс считает, что Яхаук идет по плану чемпионата мира, но признает. Возможно, в эти выходные она была не в лучшей форме. Есть ли повод для беспокойства? Спросил корреспондент. Тереза, всегда говорила, что дело не только в путешествиях и победах. Все должно соответствовать. И лыжи, и форма. Но, когда тебя обыгрывают, ты очень заостряешься с точки зрения того, чтобы делать все возможное для чемпионства. В любом случае она не отнеслась к этому легкомысленно. Но в целом, я думаю, это было хорошо для Терезы. Она дополнительно мотивирована. А каким будет план на ближайшие несколько недель? Спросил корреспондент. Нам просто нужно восстановить схему, которую мы сможем реализовать в настоящее время. Конечно, нам не хватает подготовки на высоте. Но теперь это не работает. И тогда думать больше ни о чем. Перед чемпионатом мира будет много хорошей базовой подготовки. Тереза, знала, что это должно было произойти. Но она думает, что эти выходные прошли достаточно хорошо, и готова к бою. По словам Микелс Пласа, сборы пройдут в Мазетертаппене, Хофьёль, и Восло. Думаю, всем известно, что норвежский лыжник Йоханнес Клэба ведет свой влог. Накануне он разместил видео, лыжный курс с Йоханнесом Фёсфлотом Клэба, в котором он показывает, как правильно ходить диагональным ходом на лыжах. Мы посчитали, что для многих это будет полезной информацией и перевели трехминутное видео на русский язык. Добро пожаловать на очередное видео о технической части. Сегодня мы уделим внимание диагональному шагу. Диагональный шаг, пожалуй, самая сложная техника из всех классических техник. Есть много вещей, которые вам нужно знать, прежде чем вы попытаетесь сделать диагональный шаг. Следовательно, это сложная техника. Вот почему я хочу поделиться с вами самыми важными элементами диагонального шага. Есть одна вещь более важная, чем другие. Перемещение веса и баланс имеют решающее значение. Это важно для надежного сцепления. Мы поговорим подробнее об этом позже в видео. Просто продолжайте смотреть. Надеюсь, из этого видео вы узнаете что-то для себя важное. Диагональный шаг, это техника, которой смещение веса является наиболее важным условием. Все дело в том, чтобы найти баланс, чтобы вес тела приходился прямо на каждую лыжу. Вы должны ощущать на каждой лыже весь вес тела. Когда вы выполняете удар ногой, вы должны перенести весь вес тела на лыжу, той ноги, которой вы ударяете. Удар должен идти прямо в землю. Это даст вам наилучшее сцепление, а также мощный удар. Старайтесь не пинать слишком далеко. Важно немного согнуть колени, чтобы угол в лодыжке уменьшился. Вы должны ощущать силу через палец ноги, когда выполняете удар ногой. Ваше бедро должно находиться в высоком положении, а остальная часть тела должна двигаться вперед. Махи руками, важная часть диагонального шага. Вращение руки определяет частоту. В заключительной части взмаха руки нужно расслабить плечи. Когда вы закончите мах рукой, зависит от наклона и частоты. Когда дело доходит до скольжения, вы должны опираться палками близко к кончику обуви, когда наклон низкий. Когда уклон выше, вы должны опираться палками перед носком обуви. При выполнении диагонального удара важно, чтобы локоть упирался в палку. Это помогает занять правильную позицию. Верхняя часть тела постоянно будет стабильной. Верхняя часть тела будет находиться в положении между стоянием прямо и наклоном вперед. Это создает правильные углы. Если подъем крутой, можно немного приподнять верхнюю часть тела. Частота зависит от наклона. Вы должны делать более широкие движения и дольше скользить на каждой лыже при небольшом уклоне. Баланс имеет решающее значение и позволяет дольше скользить на каждой лыже. Частота должна быть выше при увеличении наклона. У вас нет так много времени, чтобы скользить на каждой лыже. Помните, что весь вес тела не должен приходиться на руки. Если подъем слишком крутой, чтобы делать диагональный шаг, вы можете бежать вне лыжни или делать елочку. Позже я покажу вам, как выполнять технику Клэба. И еще одна важная вещь, это подумать над тем, сколько парафина вы нанесли на лыжи. Мне нужно меньше парафина под лыжи, чтобы обеспечить наилучшее скольжение. Но в то же время нам нужно достаточное сцепление, чтобы подниматься в гору и сохранять расслабленную технику. Ключевые слова, смещение веса, баланс, частота, локоть против палки, сила против земли, стабильная верхняя часть тела. Ссылку на канал Яханаса вы можете найти в описании к этому видео. На этом у нас на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и если вам понравилось видео. До новых встреч.